И так мы идем на посадку. Повезет нас ушастый слон. Но, к сожалению, вагон современный, но зато паровоз настоящий. И так мы идем на посадку. Так, ну ладно, будем рассматривать его уже в депо, а сейчас на посадку. Так, садимся мы на посадку. Так, ну это такой вагончик у нас. На нем мы, собственно говоря, поедем. Тронулись, плавненько. Вагон нашего ретро-поезда. Подается чай. Сейчас мы развезут чай на тележке. Едем в старое депо, в котором ремонтируют паровозы. И в самом депо еще идет ремонт. Там о правилах поведения скажет Борис Борисович, как надо будет себя вести. Сюда можно будет прийти в обычное время, когда не едем, поснимать трогающийся паровоз. И ход очень плавный. Единственное, что выдают присутствие паровоза, это дым. Дым, который стерется мимо окон, который пролетает. А так, совершенно плавнейший ход. Это последние паровозы. И последних выпусков уже оборудовались дублированным сигналом. Гудком паровозным и тепловозным гудком. Это тепловозный гудок. Так, мы прибыли. И проходим вперед. Сейчас будем снимать старт. Начало трогания. Вот мы здесь на платформе. Сейчас будет начинать движение состав. Вот наш паровоз. Продолжается наше путешествие. Вот скало гнездо паровозов. Такой маленький азис оставшийся. Верное депо вот перед нами. Там видны тушки паровозов. И здесь они живут, здесь их восстанавливают. Здесь можно их увидеть вживую. Но мастодонты, да. Но живые, живые мастодонты. Они пышат, дышат паром, пышут жаром. Вот стоит под... А, яма паровозная. Просто он, видимо, маневрирует, стоит. Все понятно. С него, похоже, здесь шлак загружают. О, красава. А, видите, какие-то разные ходы были. Плавные, неплавные. Пассажирские были плавные ходы. Вот. 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 Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И вот в такой же стиле был вокзал И была водонапорная башня Сейчас она есть, но не такая ажурная Не такая красивая Так, мы находимся... Ну как вам паровозы? Сегодня вам повезло Сколько вам паровозов? Это товарные Лебедянка и ЛБ О них я еще расскажу в депо А мы находимся на территории Старинного депо, к сожалению Уже испорченного современной реставрации Не было никакой эфиртуальной близки в свое время Депо постройки 1901 года Раньше каждое железнодорожное направление Строилось по индивидуальному Расскульковному проекту В Индаво-Рыбинское Строилось стиле деревянной модели Вот 500 метров отсюда Во время войны были сплошные бандежки Сюда упало две бомбы Ни одна ничего не задела Здесь базировался дивизион бронепоездов Вот И вот бывшее административное здание Цвета, к сожалению, не оригинальные Никаких фонарей каких не было А за моей спиной бывшее водоемное Или, как сейчас говорят, водонапорное баск Баски такие находились на каждой станции Если станция была большая То они были овального И формы на два бака А если молодеятельное промежуточное То на один бак шестигранный Это стандарт Когда здесь построили депо Паровозы требуют воды А здесь ни речки, ни озера не было И до 11 сентября 1901 года Поезда из Виндавы приходили сюда Вот там остатки деревянного вокзала того времени Вот именно сюда Это было глухое Подмосковье в 1901 году Отписали газеты, найти извозчика Здесь была большая проблема Вода Для паровоза жизни необходимо Накибь губительна Если паровоз котлей везет накибь Один миллиметр То паровоз лишних везет Шестьсот килограммов груза А вот колонка Водоразборная Здесь Сделана печка Я все думал Как же он не замерзал-то зимой Потому что здесь печка топилась Топилась печка Вот здесь вот выходил дым И вода не замерзала зимой Можно было заправлять Вот этого красавца водой Так идет паровоз на разворотный круг Явно Сейчас будет разворачивать паровоз Будем смотреть как работает разворотный круг Паровоз заходит на разворотный круг Заходит на круг Это все не так уж и просто И задача чтобы он встал Ровно в габарит Зашел Второй сердится Хочет тоже на крохот Встал И машинист Разворачивает Разворачивать Снял с предохранителя Вон там Открылась Заглушка Заглушку потянул За машинист И дал кругу ход Вот разворот паровоза на кругу Он же Имеет кабину-то посередине Машины И ему нужно Соответственно направление Менять С помощью такого разворотного круга Там рельсовая же часть у него И разворачивается А второй паровоз сервис идет по путям Вот он Но сегодня тут вообще Сегодня тут вообще просто Манна небесная Тут она везуха Один паровоз едет Второй разворачивает Индустриал Так Так Этот встал Ну Продолжает дышать Почему веерный дыбок? Потому что с каждым направлением Мог он его взять И принять на крок Вот они веерны И сейчас его можно будет загнать Куда-то на стоянку Разместив на нужном направлении Либо развернуть И отправить в обратную сторону А он уже инфицированный Похоже электродвигатель Там вон он Электрофикация сверху Все он встает на стопор Сейчас проверит стопор И закинуть стопор Интересный тендер С автоподачи угля С шнековой подачи угля Опа Все веерные Всякие шелудилки Ух Ага А это какой-то новомодный тендер Металлика Металлика выкрашенный Какое-то очень паровозное хозяйство Одним словом И въезды А, тоже он тоже С шнековой подачей Так, ну мы продолжаем Продолжаем наше путешествие На паровозе пока в тупике постоит И так мы заходим в ремонтное мастерское Внутрь депо Технику безопасности прочитать Краткий курс Пошли смотреть здесь Пошли смотреть здесь Производится ремонт паровозов Станки Такие же древние Как и паровозы И это правильно Потому как все должно быть Аутентично И мы заходим в бокс Значит мы изнутри Теперь внутри депо Находимся Вот сюда заводится паровоз Это ремонтная яма Тельфера над ней И здесь собственно говоря Производится ремонт Подвижного состава Вот он красавец В стойлете и стоит Да Здесь возрождается мощь Действительно много Машин здесь Реально рабочих Судя по всему Что дает надежду на возрождение Прямо еще цех О Вот он модный паровоз Который сиреневый цвет Выкрашенный был Колесные пары Шатуны Это выдержка Депо совершила полный круг По началу моих Так А его в руках Вот Вот Вы пройдите конституру Вы пройдите Провозы Итак Депо совершило полный круг Первоначально Оно обновлено Провозы Потом Провозы Провозы И снова Один Провоз Шат Только без обшивки Трифист Провозы Последний серийный паровоз В наше время Самых первых космодромов В наши дни Последних самых паровозов Лебедянский В Провоз на реставрации О Э Э7 Провоз Танк Танк Провоз И вот Реставрируется Провоз Производится работа Ремонтная работа С котлом Пароотделитель Осматривает И Ходовая Ремонтная работа Затем Танк Он Танк В Танк 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 За поезд Машериста Повещали Что всегда С Танк Это Машерист Полагалось, что? Что полагалось? Вы слишком жестокий, товарищ Берия. Так нельзя, старух. Всего лишь 10 лет. Практически 5 лет снимать. Помощнику 8. Если машинист разбивал лагон, то такой вот, на который, смотри, тоже расстрелы на серии. Пересекли страну со скоростью курьерских поездов за 6 суток. Лошадисты находились за рычагами по 236 часов без смены. Рычаг перебрасывал 1116 тонн угля за ним. Лопаты. Мошадисты Морозы. Вы помните, по истории, лошадист надевал платок. Надо ехать высушить, смотреть на проезжающие сигналы. Платок превращался в сосульку. За машинист снимал его. Брал следующий. Это упал на котел. Машинист очень весел. Здесь 70 градусов. Котел. Слева. Право открытая. Вновь минус 20. Смотрите, предусушить. Военный шелон с танками мало привезти. Танки надо завести. Муровозные ингредиенты придумали представление с помощью трупов шлангов. Подводили пары муровоза сразу к нескольким танкам. Разогревали двигатели. Заводили и спускали с подхода. Такой шелон не только разбавить, но и во вторых шелонах. Поэтому немцы отличные военные. Своим поражением и причинами называют морозы. Их несамное появление. С морозами не умеют взбавляться. А не связаны. Мы тоже не осторожники. Эшелон. Но не откликнет. И у каждой паровозной бригады связка вот таких вот заостренных полушек. Моевский летчик-залбитый паровоз получал 10 дней отпуска. И после налета таких налетов было 6-7 корейцев. Если не убивало паровозную бригаду, если бомба не подала в паровоз, то паровоз останавливался, и колышки не закрывали пробой. Тендер пробит. Вода вытекла. Паровоз подушил. 5 лет лагерей, когда-то выходил. Были случаи, что этот колышки подушили даже концы в паровые магистрали. В паровозе пушениста Александра Путусая, который пережил 15 налетов, насчитали более 300 пробоев. А вот наедут, как лёжик на станции, на станции. Вот так, собственно говоря, в годы войны. И если составить все грузы, которые привезли вам в годы войны, водитель решил, что он 6 раз обоялся землю плейнет. Вот если ты эти грузы не привезёшь... Эта станка называется DIP. Догоним и перегоним Америку. Шестиметровый. Вот он какой красавец. Дип. Кто желает, может и сейчас погоняться с Америкой. Ну, я знаю. Осмотрели депо. Всё достаточно в темпе вальса быстро. И идём уже назад. Время-то, в общем, мгновенно пролетело. Оказалось-то уже достаточно много. Вот снег ещё характерный. Видите? В копоте паровозный снег. Мы подняли депо. Паровоза. Вообще, за всю мою практику ведения экскурсий, первый раз такая экскурсия, какую вы сегодня увидели, чтобы было три горячих паровоза, чтобы они совершали маневры, чтобы разворачивали паровоз. Обычно мы никогда сейчас не разворачиваем паровоз, вот мы пройдем, и ничего здесь, все, стоит все глухо. Вам так повезло. Это первая такая подобная экскурсия. Вы практически окунулись в то время. Что такое паровоз? Это единственная существующая реальная машина времени, которая переносит то время. Во время огня, угля и пара, когда были настоящие мужчины, когда слово ценилось больше всего. Ну что ж, мы уходим, время наше закончилось, паровозы остаются. Дай бог им здоровья. Так, на большой дистанции идет наш паровоз. И идет трубой назад он. Ох, красавица. Скорость меньше, правда, на реконструкционно, потому что, видимо, помню, управлять неудобно. Во! На посадку! Ну, садимся назад. Живая машина. Все, поехали. Ну, понятно, не без сувениров мы обошлись. Купили вот авторскую работу нашего экскурсовода. Паровозы. Фотографии в антураже тех лет. Вот наш экскурсовод. И купили вот такие вот плиточки в керамику. Паровозы в керамике. Найдены при раскопках паровозного депо. Ну, это шутка, конечно. Все, мы прибыли на станцию. Наше путешествие закончено. Но все еще только начинается. Паровоз еще пока с нами. Ну, вот и закончилось наше незабываемое путешествие. Купили мы сувениры, я говорил. И вот паровоз, который сейчас пойдет уже в депо. Ну, а мы пойдем дальше. Наше же путешествие продолжается. Ну, и напоследок по секрету еще какой у нас сувенирчик. Это от него, от паровозика, настоящий паровозный уголь. Ну, на котором он, собственно говоря, и двигается. Вот так вот. Рижский вокзал, музей паровозов, ну, железнодорожного транспорта музей. И путешествие на паровом ходу. Мы пошли. Все, кто был с нами, спасибо. До будущих встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова